добрый вечер пятница 27 вы смотрите полярное мнение мы работаем в прямом эфире ты туда не ходи ты сюда ходи а то снег башка упадет совсем мертвый будешь эти слова из знаменитого советского фильма для ныринмара оказались вполне актуальными и правдивыми как только термометр показал первые плюсы из крыш на наши с вами головы полетели снежные лавины точнее снова полетели повторяется это из года в год но действенных мер коммунальщики почему-то до сих пор не предприняли в опасности все что находится вблизи жилого дома дети взрослые машины кстати последним досталось больше всего летающие сугробы только за несколько дней помяли как минимум 10 авто конечно же напрашивается вопрос кто виноват почему снег что на крышах угрожает нашим и жизням управляющие компании твердят до обязанности паращейская крыш лежат на нас до должны допонимаем но у нас мол мало ресурсов а именно специально обученных сотрудников которые могли бы устранять снежи с лавины с крыш жилых зданий перед программой я конечно же звонил коммунальщиком связался с руководителями практически всех городских управляющих компаний желание прийти на эфир не проявил никто что что же вести программу придется без отвечающей стороны сегодня у меня в гостях сергей канев это руководитель федерального проекта все дома в ненецком округе законы жкх он знает как свои пять пальцев ну и анастасия саботович жительница города девушка живет в доме крыша которого таит себе серьезную опасность итак мы начинаем тема программа программы летающие сугробы я напомню мы работаем в прямом эфире если у вас есть волнующие вопросы связаны с этой темой звоните телефон прямого эфира 2 11 45 уважаемые гости здравствуйте начнем все таки с вас наверное ну что заставило прийти к нам знаешь что есть проблема есть проблема она у нас извечная проживаю по улице рыбников 6b это думаю всех жильцов касается эта проблема у нас ежегодно во время оттепеля происходит большой обвал снега с крыши ну там глыбы просто и не так давно в начале этой недели при первой оттепели у нас разбила порядка пяти машин 5 машин до 5 машин в прошлом году мы тоже пострадали у нас тоже была разбита машина у нас было разбито лобовое стекло мы его благополучно конечно поменяли но дело ведь не только в машинах дело в людях в наших домах проживает очень много детей у нас есть видео давайте посмотрим вот как раз таки от этого района вашего вы можете продолжать рассказывать опыт много проживает много у нас детей проживает потому что рядом прервемся да давайте ну рассказывать вот ну собственно говоря это наш дом но это уже после схода снега до этого снега на крыше снега было в два раза больше это уже здесь почистили потому что приезжали все-таки коммунальщики почистили шесть да вот автомобиль который пострадал очень-очень сильно у него разбитый капот ну вот да вот ситуация которую вы видите вот такой вот столько у нас не наблюдали что коммунальные службы расчищали снег да в наш дом не чистили а вот соседний дом рыбников 6 а чистили но чистили тоже своеобразно там стали бригады выстроились доли крыши я так понимаю что может быть нету специального оборудования потому что нижние слоя снега они счистить не смогли и как бы просто постояли подумали что делать и спустились вот вы сказали по поводу маленький декорский вот мамочка стоит видно что стоит подальше от дома и в сугробе да там у нас конечно ситуация патовая потому что у нас большие сугробы на тротуарах да все предупреждения до расклеены недавно кстати было предупреждение сейчас показали ну вот лично на моем подъезде что 10 метров от дома нужно парковаться к сожалению мы это условие выполнить не можем потому что парковочных мест к сожалению просто нет у нас до мая совсем не понимаю как они построены и кто несет за это ответственность потому что там просто негде не ходить не парковаться спросим у сергей сергей но вот ситуация знакомая увидели ситуация знакомой в последние годы она ухудшается к сожалению да то есть мы говорим когда кто виноват в том что снег падает на голову людям на машины и так далее мы забываем что управляющая компания принимает дом таким какой он есть она принимает дом и прилегающую к нему территорию все благоустройство это благоустройство и застается и дом от застройщика к сожалению проект который разрабатывается в последнее время для нашего города они видимо разрабатываются архитекторами которые живут в теплых далеких от нас регионах где максимум что грозит людям да это замочить голову от дождя потому что чем новее дом тем хуже в нем ситуация именно с защитой от падения снега так как первых дома становится выше соответственно когда снег падает он падает дальше территория ужимается за то есть раньше там три-четыре метра стены было нормально отгороженных заборчиком да сейчас там полтора метра а во многих домах в принципе территория у стен дома она используется для входа в цокольные этажи в подъезды и так далее и то есть когда мы обвиняем управляющей компании мы не правы управляющая компания чтобы обезопасить жильцов она в принципе должна держать там рабочих ну каждый на 3 дня туда посылать на крышу вот говорят что нет рабочих собственно говоря подготовленных а проблема в не том что нет подготовленных рабочих проблема в том что эти рабочие нужны исключительно на несколько месяцев да то есть чем дальше будут заниматься эти люди непонятно то есть как выход приглашать приглашает тоже не выход почему потому что чтобы разом вот когда у нас начинается оттепель ну и либо снег нападал нам нужно разом там сразу чистить там десятки крыш да то есть это минимум 100 человек нужно задействовать одновременно да то есть что потом делать этим людям после того как закончится период падения снега его таяния да непонятно люди останутся без работы падение снега бывает очень своеобразно но может быть и в ноябре вот выпал снег заморозки растаял упала сейчас кстати февраль конец февраля вроде бы зима уже вот а потом опять в марсе что-нибудь наметет потом это соответственно растает и это может просто там раз в месяц стабильно повторяться ну не берем летние то есть это же все равно должен быть какой-то резерв страховка у людей вот выпал снег все побежали чистить или этого не должно быть но нормы существует есть минимальная перечня работы услуг где-то норма входит так далее но надо понимать да когда мы говорим что управляющий компания должна не надо забывать что он должна это сделать на наши деньги с вами к жильцов собственников жилья да то есть они принципе сам будем платить они будут там чистить каждый день она понимает что в конце месяца мы получим очень и очень большую сумму в нашей платежке да то есть сейчас мы получается платим столько денег до нас ну вот мы платим столько и нам убирают на столе получается ситуация следующая так как сожалению да управляющий компании не может делать платежи там под по фактическому объем выполнен они закладывают изначально в перечень работы услуг которые они оказывают определенные работы и периодически их выполнения то есть если они заложили там очистку допустим от снега раз в два месяца до этого в год там допустим шесть раз больше не делать больше не сделать могут с нас денег взять они при этом не имеют права никакого законного да и соответственно они будут работать в убыток если они здесь все в убыток отработать еще где-то еще где-то то мы получаем то что у нас управляющие компании просто работают все в минус да и потихоньку становятся банкротами тоже сергей я хочу объявить мы сегодня устроили необычное голосование и так тема вопроса звучит так управляющая компания в с сосульки кто кого два варианта ответа это управляющая компания либо же сосульки чтобы ответить на данное голосование необходимо отправить смс-сообщение на короткий номер 5533 стоимость сообщения 10 рублей набираете на у пробел и вариант ответа либо же 1 либо же 2 напоминаю не у к или сосульки а вариант ответа 1 или 2 мы ждем от вас результатов уже есть звоночек нас объявляют давайте послушаем алло здравствуйте слушаю вам здравствуйте добрый вечер добрый вечер вот вы сколько лет как управляющая компания стали работать вопрос всегда заключается в том что кто-то не выполняет свои обязанности управляющая компания взяла на себя управлять домом жильцы площадь будьте добры убирать если они это не убирают значит они не выполняют своих обязанностей николай скажите про люди путят деньги во первых а во вторых почему всегда люди что-то должны добиваться чтобы управляющая компания чего-то исполняла есть контролирующие органы почему они себя не повезли правоохранительные органы николай скажите пожалуйста а вы проживаете в каком доме я в двухэтажном доме проживаю ну вот проблема существует так называемым проблема из покой веков существует везде в России снег тоже валится да с крыши и снег тоже валится с крыши а кто не только снег уже дома уже перекочены все ну это уже тема немножко отдельная скажите пожалуйста вот звонили в управляющую компанию я не выполняю своих обязанностей ну что вам отвечают вот то есть когда звоните ходите что вам отвечают вот на ваше замечание вот вы сами говорили вот сейчас что у них нету специалистов у них нет да специалистов на себя берут такие обязанности что у них не хватает специалистов они еще берут какие для себя планы мы поняли вопрос спасибо большое постараемся сейчас на него ответить Сергей ну вот ну вообще вопрос взаимоотношения управляющей компанией и собственников это очень сложный вопрос да почему то что в свое время когда вот у нас появились управляющие компании их пришло достаточно много сначала этим это были муниципальные компании которые работали себе в принципе в убыток да но муниципалитетам было необходимо содержать жилье ну все мы знаем да ты ему службы заказчик и так далее да которые имеют огромные задолженности состояние банкротства далее потом появился сто пять сто восемьдесят пятый федеральный закон о капитальном ремонте и появилось очень много желающих обслуживать дома почему они причем работали всегда себе в убыток управляющей компании да они тариф изначально в принципе закладывали убыточным но тогда еще не было минимального перечня поэтому они могли сэкономить выбрать тут совсем чуть-чуть что они чем они занимаются без сосулек без уборки снега и так далее и могли работать деньги они отбивали в принципе на капитальных ремонтов сейчас для них капитальные ремонты закончились теперь в таком свободном полете да потому что раньше капитальный ремонт он был основывался на том что жильцы сами проявят какую-то инициативу и отработают то есть выберут что им необходимо отремонтировать да и проследят за этим к сожалению так не получилось собственники жилья у нас в основном понятно что зачастую просто не понимают что необходимо сделать да нехорошие управляющие компании этим пользовались и делали все что угодно только не то что было нужно собственником теперь капитальных ремонтов нет поэтому огромное количество управляющих компаний ушло просто-напросто с рынка и тарио тарифов до сих пор в принципе остались старые люди привыкли что они там платят 20 25 рублей с квадратного метра на содержание и в принципе они не готовы морально платить больше хотя реальная стоимость да сейчас там но начинается 50 рублей содержание квадратного метра и это и то с учетом того что сосульки там будут чистить там ну раза два в год там снег будут не будут принципе брать организированным способом и так далее то есть надо понимать что чем больше мы хотим получить управляющей компании тем больше она захочет надо взять денег это понятно не надо за счет чего-то и зарплату и так далее поэтому то есть на понятие то что мы не можем платить мало с другой стороны если управляющая компания действительно не выполняет свои обязанности за которые мы и платим здесь не надо требовать и обращаться контролирующие станции вот как ты считаешь что ты платишь управляющей компании и они справляются вот выполняют то что ну тебе бы хотелось большинство жителей нашего города ощущение что они вообще не работают но я думаю со мной согласятся все например вот такой вопрос да что делать вот например у меня подруга проживает да напротив загса дом у них компания обанкротилась да да я проходя мимо я очень долго думал с какой стороны подойти к ней подъезда потому что там действительно очень опасно и там просто висят две такие маленькие веревочки красно-беленькие вот и написано что ваша компания обанкротилась там нету приносим свои извинения вам нужно там до 1 марта выбрать новую управляющую компанию что делать вот этим людям нам да нам есть хотя бы на кого жаловаться а эти люди бесхозные получается секундочку есть вопросы есть свое мнение звоните телефон прямого эфира 2 11 45 мы ждем сергей но вообще на свыкнуться с каким подходом да вот времена когда все советское все общее они закончились теперь это ваш дом вы купили в нем квартиру получили приватизировали без разницы это теперь в ваше жилье здесь навсегда сравнивать частным сектором да вот у вас есть дом свой вы сами им занимаетесь за все проблемы как бы ну в первую очередь ваши проблемы то же самое с многоквартируем дома не страсть у нас там живет больше чем одна семья да поэтому есть определенные правила которые надо соблюдать что всем было бы жить комфортно поэтому первое необходимо вообще интересоваться судьбой своего дома да то есть если проходит общее собрание на них желательно приходить потому что когда мы не приходим на общее собрание а потом сидим на кухне тогда и ругаем вот такая нехорошая управляющая компания такие же выбрали всем сами жильцы вот если же они и не выбрали ее выбрали через на конкурс на основе да потому что если есть такая необходимость ну то есть больше квартир муниципальных у нас есть три формы управления всего да то есть управляющая организация товарищество собственников жилья и непосредственно управление в каждом принципе свои плюсы есть свои минусы то есть собственники могут в принципе сами управлять своим домом если идет человек который сможет это возглавить они могут создать тсж собственники могут выбрать управляющую компанию сожалению есть одна проблема если дом у нас старый не все управляющие компании кто придут вы просто был какой получается вот есть на доме проблема сосульки висят до управляющей компании нету да она стране да кто должен кстати мы вот общались с представителем городской администрации она тоже к сожалению отказалась прийти в эфир но дала нам интервью давайте послушаем а что она сказала по этому поводу но уборка снега значит и наледи с крыш многоквартирных домов занимается управляющей компанией обслуживающей данным жил фонд но она с других зданий сооружений естественно тех сплатирующая организация residents занимаются обслуживанием если вот у дома нет управляющих компании тогда что делать но если у дома нет управляющих компаний в этом случае собственники многоквартирного дома все равно обязаны реализовать свой способ управления значит они все равно обязаны заключить договор обслуживания с любой компанией, которая занимается обслуживанием жилфонда. Поэтому, естественно, собственники не должны ни в коем случае лезть сами на крышу и производить очистку, потому что без специальной снаряжения, техники и навыков, умения они не смогут. Не дай бог, получатся какие-то травмы. Существуют определенные правила, когда должна происходить очистка снега. При, например, толщине снега уже более 10 сантиметров, естественно, должна производиться уже очистка. Ну и управляющая компания производит очистку по мере необходимости, но наблюдения и постоянные осмотры должны быть, особенно в весенний период. Любой многоквартирный дом, он был спроектирован. Естественно, он прошел определенные стадии утверждения. И говорить о том, что она как-то неправильно спроектирована, крыша, тоже так говорить нельзя. Я не поддерживаю такую точку зрения. Итак, представительница городской администрации считает, что это обязанность управляющей компании чистить крыши, но в то же время она не согласна с тем, что здания, крыши зданий построены с нарушениями. А еще люди не должны сами лезть и чистить снег, и при этом они обязаны найти управляющую компанию. Правда ли это? Ну, начнем с того, что именно обязанности найти управляющую компанию у них нет. У них, еще раз повторюсь, есть три способа управления домом. Управляющая компания, в принципе, самый простой для жильцов способ, особенно там, где жильцы неактивные совершенно. Есть товарищи, собственников жилья, у нас есть хороший пример, это Дворянское гнездо, ССЖ, в принципе, там у них все хорошо, да, то есть, ну, у них, правда, исключительно один дом, и там достаточно, ну, активный председатель дома. И есть способ непосредственного управления. Чем плох способ непосредственного управления? Тем, что люди могут... Плюсы в том, что они могут сами выбирать те услуги в той периодичестве, которые им нужны, и потом платить за это, да, то есть, там, решили, что давайте электрикой вызовем, там, да, вызвали электрику, решили сосульки сбить, сбили сосульки. Но при этом вся ответственность за содержание дома ложится на жильцов. Если сосулька эта падает кому-то на машину, то отвечать за это будет, соответственно, все жильцы. Предъявить проблему будет некому абсолютно. Нет, почему? Все жильцы в целом, в любом случае, да, все жильцы дома. Вот. По поводу того, что строительные компании не виноваты, ну, здесь я абсолютно не согласен. Я, конечно, понимаю, что эти проекты кем-то как-то где-то разрабатываются, каким-то образом они согласовываются, потом их принимают. Но есть же какие-то правила, да, какие-то быть крыши, по крайней мере, в нашем районе. Да, есть правила и так далее. При этом мы можем видеть, если пройдемся по городу, у нас есть как хорошие примеры, так и плохие примеры домов, да. Вот монолиты и на Рыбников дома последние, да, это достаточно плохие примеры, не только как крыши сделаны, но и как территория прилегающая сделана плохо. Да, есть примеры, когда у нас официально знак парковка стоит, то есть парковка четко находится под крышей, да, так, то есть снег будет падать прямо на машину, да, хотя там знак парковка, все расчищено, все красиво. Но если будет снег падать, он упадет прямо на машину. И есть примеры хорошие, там, где, в принципе, сосульки, даже если они не падают, и снег сходит. То есть они никак не угрожают ни жильцам, ни машинам. То есть один из них, это, наверное, вот дом на Ленина, да, где Сбербанк? Да, там потому что достаточно, есть заборчики, они достаточно далеко находятся, и, в принципе, над подъездами сделано так, что снег не сходит. Да, и козырьки достаточно большие. Вот это хороший достаточно пример, и таких тоже много. Но вот именно последние дома, которые у нас строят в регионе, они, к сожалению, не отвечают этим требованиям. Да, может быть, они подпадают под стандарты, но при этом надо понимать, что у нас регион северный, арктический, и общероссийские стандарты не всегда нам подходят. И поэтому вопрос в свое время очень хорошо высказался наш губернатор, который сказал, что необходимо выработать какие-то определенные проекты домов и строить по этим проектам, да, то есть надо перестать экспериментировать с домами, да, то есть здесь один дом, здесь другой совершенно дом, и многие из них не приспособлены для проживания. Вот при этом действительно, вот на самом деле, да, с каких-то домов снег не падает, проблемы нету, каких-то падает, а вот проблема будет повторяться из года в год. Управляющая компания будет говорить из года в год, что нет специалистов, все-таки людям-то что делать? Машины бьются, не дай бог, кому-то на голову упадет. Ну, во-первых, по машинам, да, надо посмотреть, насколько, как падает примерно снег, докуда он долетает, да, то есть и вот докуда он долетает, там необходимо поставить заборчик, потому что в тех домах, где есть заборчики, которые не позволяют парковать машины и так далее, людям проходить, особенно детям, в принципе, там безопасно, да, то есть если заборчик, ну, соответствует его расстоянию от стен, если это не соответствует, значит, надо либо заборчик переносить, да, потому что, ну, всю крышу ремонт сделать нереально. Есть очень много проблем в ряде домов, особенно в монолитах с угловыми подъездами. В принципе, там не только угловые подъезды, но и вход в цоколе. В принципе, там, чтобы войти либо в подъезд, либо на цокольный этаж попасть, надо пройти прямо под крышей дома, в принципе, под скатом. Я сам в свое время работал в цокольном этаже монолита, и, в принципе, да, то есть когда таял снег, выходишь, он перед тобой падает, или после тебя падает, да, ну, повезло, что не на тебя упал. То есть, ну, это опасный действительно момент. А при этом вот парковку, если куда-то отдалять дальше, если вот нереально это сделать, ну... Ну, людям надо также понимать, да, что все в наших руках, и надо понимать, что если снег может упасть, ну, лучше не парковаться, да, потому что потом судиться, доказывать, что виновата управляющей компании, это хорошо, но машину все равно разобьет. Во-вторых, обычно там, где можно машину разбить, все-таки парковочных мест нет. Там обычный тротуар, газон, что-то еще, да, то есть и управляющая компания, сославшись на это, в принципе, уйдет от ответственности и будут права. Вот, к сожалению, у нас, так как город растет активно, еще не все привыкли, что действительно не всегда удается поставить машину прямо напротив своего подъезда. Вот у нас есть дома, где можно поставить напротив подъезда, да, где достаточно большая территория прилегающая, и она достаточно адекватно сделана, да, то есть детская площадка там небольшая есть, и вся территория, ну, достаточно большая территория отдана под парковки, да. К сожалению, опять же, в последнее время дома строят как небольшая детская площадка, вокруг нее газоны, которые, в принципе, там, ну, песок в основном лежит, да, то есть огражденный заборами, вот, которые зимой превращаются просто в сугробы, весной, там, осенью в грязь, и небольшие пятачки для парковки, да, то есть, ну, у нас токвартирный дом, там, 20 парковочных мест, проблему-то не решает. Ну, вот вы говорите, да, что 3 метра от стены дома. У нас, как бы, на Рыбников 6Б этих 3 метров, ну, совсем нет. Это очевидно... Не соблюдено? Нет, ну, там максимум метра полтора, наверное. И как раз-таки, когда падает снег, он падает на проезжую часть и на тротуар. То есть, соответственно, может попасть на ребенка, на любого прохожего, бабушку, дедушку, без разницы. Все мы люди. Если нам переносить этот забор до места, куда падает снег, мы уже забираем часть дороги, по которой ездят автомобили. Там у вас недорога, у вас там проезд дворовой. Да, у нас там дворовой проезд. То есть, в принципе, получается, если мы переносим этот забор на 3 метра, у нас перестает быть сквозного проезда между домами. То есть, никакая скорая, кому-то будет плохо, никто не проедет. Случится пожар, ни одна пожарная не проедет. То есть, а как быть вот в этой ситуации? Что нам делать? Ну, во-первых, там, где дома еще новые, на них действует гарантия, можно попытаться заставить застройщика изменить, соответственно, территорию прилегающую. В связи с тем, что там тротуарная дорожка, она, допустим, зимой представляет опасность, потому что на нее падает снег. То есть, вызвать, подать жалобу в инспекцию, да, пусть они дополнительно пройдут проверку. Соответствует, не соответствует. Далее, если уже нет гарантийного срока, да, то есть, здесь уже вся нагрузка финансовая вложится на жильцов. Наращивание козырька, да, там, перенос забора и так далее, это все, к сожалению, да, но вложится на жильцов. Поэтому, когда вы покупаете квартиру в новом доме, обязательно посмотрите, чтобы, ну, территория окружающая, дом, да, что сверху, да, что сверху, как крыша располагается, как козырек над подъездом, чтобы они соответствовали. Но есть проблема, сугубо проблема Наринмара. У нас, как и предложение, гораздо меньше, чем спрос. Поэтому, если вас дом не устраивает, ждите, пока вам построят дом, который вас устраивает. Поэтому люди покупают то, что есть. Нет, ну, потому что, да, на самом деле, многие же люди не обращают на эти мелочи, ну, по крайней мере, они считают, что это мелочь, и внимания не обращают абсолютно. Кстати, вот голосование, у нас уже известны первые результаты. Вопрос, кто управляющая компания против сосульки, кто кого? Итак, первые данные показывают, что выигрывают сосульки, проголосовало 71% и 29% у управляющей компании. Считают, что все-таки сосульки побеждают управляющей компанией. Ну, здесь ни для кого не секрет, что действительно сосульки победят управляющей компанией. Потому что, ну, действительно, рабочих не хватит для уборок сосульок. Если дом построен так, что падения постоянного не избежать, то здесь никакая управляющая компания не сможет победить. Ну, или только им ставить рабочих в проголосочный режим, потому что они постоянно сбивали лед. Но при этом пустить на крышу простого рабочего, я думаю, это нереально. Нет, нельзя, да, потому что все-таки это высота, там нужно специальное снаряжение и необходимые навыки и знания. Потому что есть опасность просто улететь, да, если не использовать страховку и так далее. И опять-таки это работа сезонная. Причем количество этой работы не предсказать заранее, да. То есть в этом году никто не ожидал, что будет столько снега, да, выпало. Что странно, потому что мы живем на севере, в Крайне. Кстати, да, и как с дистанцией в городской администрации, по сути, управляющие компании должны постоянно контролировать и своевременно убирать снег, неважно, мороз, не мороз, не только тогда, когда тает, но в течение всей зимы, чтобы проблемы не было. Ну, у нас во дворах, я думаю, у каждого дома большая проблема не только с крышами, но и с снегом, который на земле непосредственно, потому что он уже вровень где-то с заборчиками, которые огораживают, поэтому... То есть у нас снег везде. Снег везде. И нужно как бы привыкнуть к этому. Мы живем на Крайнем Севере, никто нам климат менять вроде как не собирается. Может завести промышленных альпинистов нам в регионе? Ну, промышленные альпинисты будут сидеть без работы в основное время года, да. На самом деле, на мой взгляд, есть мнение, как бы, да, такое вот лично мое, что необходимо в первую очередь вот те дома, которые сейчас будут строиться, все-таки посмотреть на них так со стороны, со стороны именно прихода зимы. Что там будет происходить во дворе, да, куда будет сгребать снег, какие там дорожки, да, потому что если все вокруг обнесено заборами, то, в принципе, мы делаем двор только для того, чтобы там лежали сугробы, да, то есть там не смогут ни гулять, ни припарковаться. Зачем такой двор делать? И, во-вторых, смотреть действительно, что будет происходить, когда будет много снега на крыше, да, куда он будет падать. И принимать все-таки дома надо вот мысли о том, что зима, как бы, у нас постоянно наступает, никуда от этого не деться. А какой алгоритм вот действий у жильцов, которые уже живут в таких домах? Вот что нужно сделать? Нам нужно вместе собраться всем, написать какую-то коллективную... При этом если с управляющей компанией? Да. Что делать? Ну, в первую очередь, управляющая компания обслуживает только, ну, в том объеме, в котором вы ей сказали, да? То есть, если вас действительно беспокоит, что количество снега достаточно большое, и он постоянно скапливает, стоит, падает прямо на вас. Но они должны сами при этом смотреть и видеть. Ну, они сами, да, смотреть, но у них есть, опять же, периодичность определенная, да, то есть, и они отталкиваются от нее. По уборке снега во дворах там тоже есть определенная норма, то есть, при колейности более 50 миллиметров они должны выбирать механизированную уборкой. Но, опять-таки, сейчас управляющие компании, все, да, которых сейчас озадачили этими нормами, они выйдут на повышение тарифа. То есть, здесь палка о двух концах, да, управляющих, они будут это делать, в принципе. Но будем платить больше за это. Но придется за это платить больше. То есть, от этого никуда не деться, они тоже хотят есть, им нужно тоже платить за уборку и так далее, за аренду уборочной техники и так далее. Что делать, если сосульки совсем угрожают, да? То есть, ну, алгоритм один. Это собираться, обсуждать, если действительно у вас проблема это беспокоит, выходить на строителей, если уже гарантийные сроки, все прошло, да, и рассматривать вопрос о переносе забора, чтобы он действительно стоял на том расстоянии, на котором необходимо об удлинении козырьков, может быть, о изменении дворовой территории, да, уборке лишних заборчиков и так далее. Может быть, имеет смысл где-то рядом с домом, если есть там пятачок, все-таки туда начать парковаться, да? То есть... В вашей истории есть ли смысл парковаться это подальше? Ну, у нас в нашем случае такого варианта нет, потому что там негде парковаться, дома построены очень близко, и куда бы ты ни встал, тебя все равно на степень не будет. А вот реально ли забор перенести чуть подальше, или действительно уже придется заползать на проезжую часть? Это будет проезжая часть. Но это не проезжая часть, это дворовой сквозной проезд. То есть это, да, забор будет стоять на дороге, и там будет не разъехаться. На самом деле не соглашусь. За вашим домом, насколько я помню, есть там большой такой свободный пятачок. Но он не свободный, там забор посередине. Это за домом? За домом к парку, так называемый. Да, да. Ну, туда, наверное, смогут проехать не все машины, потому что я так понимаю, что там... Я даже не понимаю, какая там территория. Ну да, надо разбираться, что за территория, но так, в принципе, да, то есть можно парковаться за домом. Да, если бы там убирали, если бы там чистили, там бы поставили знак парковки, то, я думаю, все бы с удовольствием... А для чего та территория-то вообще предназначена? Ну, там просто... Я не знаю, может быть, это там водоохранная... Ну, по крайней мере, летом что там делают? Ничего. Ничего, абсолютно просто. Ну, там нас, ну, как песок. Ну, то есть есть смысл использовать для парковки, да? Ну, я думаю, что да. Если бы, ну, наша управляющая компания, там, блин, нам что-то нужно, где жильцам сделать, этим и задачились, то, я думаю, все люди бы с радостью туда стали парковаться. Уважаемые телезрители, если вы стали свидетелями, как на ваших глазах падал снег с крыши, и не дай бог еще на кого-то попало, звоните, рассказывайте. Телефон прямого эфира 2-11-45. Также у нас идет прямое онлайн-голосование. Итак, вопрос. Управляющая компания против сосульки. Кто кого? Первый вариант ответа управляющая компания. Второй сосульки. 55.33. Набираем нау, пробел, и вариант ответа 1, либо 2. Стоимость смс-сообщения 10 рублей. Ну, в принципе, история все равно запутана. Конца, наверное, начала и конца сложно найти. Управляющим компаниям что можно пожелать? Управляющим компаниям можно пожелать малоснежных зим, которых не будет, к сожалению, в Наринмаре. Да, и все-таки начать работать с собственниками, стараться объяснить им, что действительно у них есть проблемы. То, что они не волшебники, и не могут исполнить все желания, особенно бесплатно. Можно вас перебью? Сергей, кстати, я знаю, что сейчас управляющая компания проходит аккредитацию. Немножко неправильно, они проходят лицензирование. Лицензирование. Да, с 1 мая компания не получившая лицензию на управление многоквартирными домами не сможет больше управлять, ну, осуществлять деятельность, да, то есть коммерческую. Сейчас директора управляющей компании в первую очередь задают экзамены, чтобы получить квалификационный аттестат. То есть они показывают свои знания, знают ли они закон. То есть у нас уже сдало 3. Директора управляющей компании, точнее говоря, 2 генеральных директора и 1 начальник отдела, они сдали. То есть они показали, что они все знают. А проверяет ли деятельность управляющей компании? Знание это, знание понятно. Деятельность проверяют. Просто сейчас механизм следующий, который в настоящий момент. Компанию проверяют, видят нарушения, возлагают на нее штраф, который ей в убыток идет, да, и история продолжается, пока они становятся банкротами. С 1 мая ситуация будет другая. То есть если компания допускает определенное количество нарушений по дому, у нее забирают дом. То есть она просто теряет возможность управлять этим домом. В случае, если таких домов становится много, там определенный процент, то у компании изымают лицензию вообще. Да, и то есть допускать, как сейчас, когда можно там 60 миллионов убытков иметь, из них там процентов 30 это штрафы, ну, такой ситуации уже не будет. Ну вот, факт налицо. Управляющие компании на некоторых домах абсолютно не убирают снег с крыши. Говорят, что нет специалистов, хотя мы за это платим, какую-то сумму доплатим. Нарушения? Если мы платим, да, и управляющая компания вообще ничего не делает, действительно, от нарушения, и надо обращаться там в жилую инспекцию. Настя, ну вы-то не подумываете куда-то обращаться уже в высшие стоящие органы? Ну, мне кажется, нам с жильцами стоит подумать об этом, потому что у нас, конечно, это здоровье детей, мне кажется, это самое главное в приоритете вообще всех проживающих в доме. А у меня еще был такой вопрос, а несет ли вообще государство? Они же принимают эти домы, они несут какую-то ответственность. Ты про власть, да? Да, наша. Но вообще, если выяснится, что был принят дом с нарушениями, с явными нарушениями, то чиновник, который принимал этот дом, принесет, в принципе, ответственность. Ну, то есть это персонально какой-то один-единственный человек. Да, по идее. Вот. Ну, к сожалению, да, проекты, которые у нас строятся, они не всегда для Севера подходят. Хотя, возможно, всем нормам, которые именно прописаны в законе, он соответствует. Ну, то есть такой графы нет, да, что дом должен быть построен для Севера. То есть если дом нормально построен, он теплый, хороший, крыша есть, подъезды есть, лифты есть, это дом хороший. Даже зачастую, если он не теплый, да, там, и не совсем хороший, но он соответствует всем нормам и требованиям строителям, да, то есть его принимают. Поэтому я говорю, у нас вот... Нарушения закона, то есть никакого нет? А если, допустим, вот дом, вот дом сдают летом, внимание обращают ли на крышу, сразу продумывают, а что будет зимой? Честно, я еще не участвовал в комиссии по приему дома, к сожалению, да, то есть я не могу сказать, как за домом смотрят. Надеюсь, что, может быть, с этого года удастся поучаствовать в комиссиях по приему дома, да, и посмотреть действительно, как его принимают. Потому что, я говорю, чем новее дома у нас, тем больше к ним вопросов. Еще минус очень большой у нас, потому что начали ведь использовать первые этажи как коммерческая недвижимость. И причем, то есть вот... Ход в магазин у нас обычно вдоль стены, да, вот любой монолит возьмем, то есть как бы там есть большие вопросы. Тоже большой минус. Вот дома в 90-х годах постройки, они, на мой взгляд, построены отлично. Например, вот даже те же самые, так называемые, панелки, да? Да, панелки, там прямая крыша, в принципе, там нечем особо падать. Кстати, мы проводили вот еще вопрос среди людей, такой социологический. Спросили, как уберечь себя от летающих сугробов в оттепель. Ну и 58% все же считают, что нужно требовать от управляющих компаний своевременной уборки снега. Минимум считают, что нужно ходить только по тротуарам. То есть большинство считают, что нужно все-таки требовать управляющей компании своевременной уборки. Ну это тоже, это правильно. Это как? Нет, это абсолютно правильно, это обязанность управляющей компании, да? Но если мы продолжим строить так же, как мы строили в последние годы, то это отразится, в первую очередь, на собственнике, да? Почему? Потому что управляющая компания будет выносить тариф свой, который будет закладывать уборку. Они могут заложить еженедельную уборку, да? Вот выйдут на следующее собрание, заложатся еженедельную уборку по вашему дому. И в принципе, ну это очень будет, очень большой ценник. Ну надо понимать, что тут работают люди, да, которым надо заплатить деньги. То есть и жильцы опять будут не рады, да? В идеале, кем покупать там квартиры в домах, которые приспособлены для наших северных регионов, из которых нет скатов таких. Мы же, кстати, не единственный регион, который страдает от такой проблемы. В других регионах как работают? Ну в других регионах зачастую, то есть есть определенные проекты, которые они строят, да? И в первую очередь в северных регионах, как у нас в стране, особенно за границей, там все-таки учитывают именно то, что снег сходит с крыш, поэтому стараются строить так, чтобы он не падал на голову людям. То есть мировая практика и нормы, стандарты там. В принципе, как и у нас. Должны быть. Да, должны быть. Но, к сожалению... Этого не происходит. Настя, вот вообще сейчас скакаете возле дома? Опасаетесь тротуаров? Сейчас я опасаюсь самих тротуаров, потому что они очень скользкие. Крыша все растаяла, все упала уже. То есть за голову уже не так страшно. А вот сломать руку или ногу действительно становится страшно. Страшно отпускать детей, конечно, в школу, потому что безумно скользко. Это вот... Ну, это да, это тоже проблема. Мне кажется, тоже управляющие компании как-то забывают, что есть еще и тропинки, дорожки. Сегодня ты, кстати, была свидетелем. Да. Расскажи, пожалуйста, вот что видела. Сегодня, будучи на работе, на работе я увидела из окна офиса, что шел пожилой человек рядом с первой школой и скользнулся, упал и потом потерял сознание, потому что ему стало очень плохо. Несколько я знаю, да, у него какая-то травма, он обратился потом за медицинской помощью. Но получается, место, где он подскользнулся, было абсолютно не посыпано песком? Ну, да, и я шла с утра на работу как бы такой странной походкой, скажем так, потому что это страшно. Страшно ходить. Думаю, водителям очень страшно ездить, потому что скользко. Уровень ДТП, он тоже очень велик. И как нас предостерегает полиция и ОГИБДД, будьте бдительны, будьте аккуратны, аккуратнее, там, с крыш что-то падает, на земле будьте... И получается, что нам остается только летать. Сергей, водитель, кстати, да вы? Да. Ну, как на дорогах вот нынче? На дорогах, самое интересное, по-разному, да? То есть когда-то хорошо, когда-то скользко. То есть у нас абсолютная тайна, да? Ну, сейчас вроде как дороги начинают убирать, да? То есть посмотрим, к чему это приведет. Начали посыпать. Ну, тоже по-разному, да? Иногда вот ты ездишь, как бы дорога не посыпана, да? ДТП произойдет, там, в следующий день там все вроде как песочком посыпано, да? Ну, или как человек упал тоже, через пять, через буквально там час уже будет посыпано место. Да, и что самое я хочу добавить, что на Рыбников, что вот там еще, ну, у одного дома абсолютно одинаковая управляющая компания, да? Вот у одного дома столько человек сломал ногу, ну, начали посыпать песочком и очень хорошо убирать. Да, вот. Хотя точно та же самая управляющая компания. Да. Это совершенно... Ну, в нашем доме еще пока никто, насколько я знаю, ничего не ломал. И вообще совет всем жильцам абсолютно, да? То есть без разницы, какие у вас проблемы. Во-первых, очень правильно было сказано, необходимо жильцам собраться. Большая проблема, ну, больших домов, технологии, в том, что чем больше дом, тем люди меньше друг с друг другом общаются, да? Они зачастую даже не знают своего соседа. К сожалению, мне говорят, что наш эфир подходит к концу, но в общем итоге мы с вами сделали. Нужно требовать от управляющих компаний, чтобы они своевременно чистили дорогу, чистили крышу, если же не хватает... И дорогу. И дорогу, конечно, тоже, да. Спасибо большое. Это была программа «Полярное мнение» в прямом эфире. Встретимся ровно через неделю, здесь же, на этом месте, в 19.20. Ну, а сразу после нас выпуск новостей. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин